Добрый день, меня зовут Владимир и сегодня на нашем уроке истории мы познакомимся с первым периодом правления Александра I, который, как и любые периоды, состоит из внешней и внутренней политики. Давайте посмотрим, что сделал Александр в первые годы царствования. Для начала нужно пару слов сказать про его личность. Его воспитателем была его бабушка, которая любила своего внука Александра больше, чем своего сына Павла, и привела ему определенную любовь к идеям прогрессивным, можно сказать, идеям просвещения, приверженцем которых была она сама. Также его воспитателем был знаменитый француз Лагарб, который потом, после того, как началась французская революция, был изгнан из России, но тем не менее воспитал его в общем в таком достаточно конституционном, ну не революционном, конечно, но в достаточно конституционном таком духе. Известно, что Александр, который вступил на престол в 1801 году, вообще хотел изначально дать России конституцию, сделать ее свободной страной, избавиться от крепостного права и вроде как вообще уйти на покой. Но, как мы знаем, этим его желанием не суждено было сбыться. Итак, роль Екатерины II довольно велика в воспитании этого монарха, который изначально был приверженцем либеральных и даже, можно сказать, конституционно-республиканских идей. Мы сказали про Лагарпа. Переворот и убийство Павла, разумеется, на его психику, на его сознание, он всегда отложил с такой тяжелой печатью вот это неприятное событие. Он стал государем в результате убийства собственного отца. И, разумеется, в дальнейшем это будет также омрачать его жизнь. Если говорить про первые мероприятия молодого императора, то зачастую их связывают с таким негласным правительством, которое называлось Негласный комитет. Основными его действующими лицами были такие люди, как Строганов, Кочубей, министр внутренних дел, Черторийский, известный польский дворянин, и Новосильцев, который в будущем будет разработчиком одной из очередных конституций России. Вот эти люди, молодые сподвижники Александра, как в свое время были молодые сподвижники Петра I, в общем, были все объединены таким определенным реформаторским настроем. Давайте посмотрим, чего они пытались добиться. Значит, для начала они хотели каким-то образом исправить то пагубное положение, которое было связано с крепостным правом. Уже Павел издал известный указ о трехдневной барщине, которым как раз, да, можно сказать, ввел моду среди государей российских обращать внимание на своих подданных. И теперь Александр I, как его сын, старается эту тенденцию продолжать. Указ о вольных хлебопарствах предполагал возможность добровольно заключить между помещиками и крестьянином договор, в соответствии с которым крестьянин отпускается на волю с определенным наделом земли, за которую он, разумеется, платит определенный выкуп, если у него есть такие деньги. Результаты, разумеется, были чрезвычайно плачевные. Сама вот эта ситуация, когда отпуск крестьянина был связан с договором, он, разумеется, вот этот подход сам по себе был пагубным, потому что для большинства помещиков, конечно, отпускать своих крестьян не было никакой выгоды. В результате за все действия указа до 40-х годов по нему освободилось всего лишь около 0,1%, что, конечно, в масштабах общероссийских ничтожно мало. Дальше негласный комитет пытались каким-то образом преобразовать органы центрального управления. Вместо устаревших петровских коллегий, которых было очень много, и они все занимались разными делами, необходимо было создать нечто более современное, отвечавшее такому важному принципу, как ведомственность. Ну, например, если взять, скажем, Министерство образования, то оно должно реально курировать и управлять всеми комитетами, департаментами образования во всех губерниях и уездах нашей страны. Коллегии с этим устаревшим принципом коллегиального управления, когда в состав органов входило несколько людей и решение принималось большинством поднятых рук, коллегии такой принцип ведомственности провести в жизнь не могли. Поэтому решено было все заменить на министерство. Первыми министерствами стали Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство образования и так далее. Сенат остался Сенодом, Сенат остался Сенатом. Одной из важнейших фигур этого царствования был, конечно, Михаил Спиранский, очень талантливый чиновник, почитатель Гражданского кодекса Наполеона, который пытался реформировать не просто какие-то отдельные элементы управления в России, который пытался полностью изменить ее конституционно-законодательный облик. Для этого он издал специальную записку, которая называется «Введение к уложению государственных законов», в котором пытался разделить власть на три ветви, четко в соответствии с идеями просвещения и доктрины разделения властей Монтеске, на законодательную, этим бы занимался Сенат вместе с государем, на исполнительную, этим бы занимались министерства и на судебную, этим бы занимался Сенат с его гражданским и уголовным департаментом. Причем по Спиранскому это должно было быть дополнено публикацией законов, в которых четко были бы прописаны все гражданские права людей. Что касается крепостного права, то против него Спиранский в принципе не восставал, что касается абсолютной власти монарха, то и здесь Спиранский не пытался никоим образом ее умолить. То есть конструкция Спиранского при всей ее сложности, в общем, вполне отвечала той монарше ситуации, которая к этому времени сложилась в России. Ничего радикального он менять не хотел, но тем не менее даже этого хватило для того, чтобы убрать его со сцены. Против него, так сказать, были настроены многие чиновники, дворяне и помещики, постепенно они очернили его в глазах императора и император отправил его в отставку, хотя в свое время очень ценил. Если говорить про то единственное, что удалось Спиранскому сделать из его реформ, это образовать только один законосовещательный орган при императоре Государственный совет, который был создан в 1810 году. Он был разделен на ряд департаментов, которые, в общем, можно сказать, готовили законопроекты для дальнейшей подписи императора. Никакой законодательной функции данный орган не имел. Сказать, что это парламент ни в коем случае нельзя. Чисто законосовещательный орган, который, по сути, стал очередной ступенькой в карьерной лестнице чиновников и прочих, так сказать, людей, принадлежавших к тогдашнему истеблишменту. Вот здесь как раз на известной картине Репина в Русском музее запечатлен один из эпизодов заседания Государственного совета. Правда, это уже орган начала 20 века. Значит, это мы сказали, это мы сказали. Значит, экзамен на чин. Спиранский был известен тем, что пытался раздавать чины чиновникам в соответствии с определенным экзаменом. То есть, не просто так, да, очередной рост чека повышать, а проверить, что он все-таки знает, что он умеет. Разумеется, что это тоже раздражало многих чиновников, потому что из них значительная часть были, в общем, в целом безграмотными людьми. Опало реформатора, ее причины мы с вами рассмотрели. Также, конечно, довольно важно, это безволие императора. Он не мог пойти против своих могущественных министров и окружавших его чиновников. Он помнил, чем кончилось правление его отца. Он боялся заговора против себя. Поэтому из двух зол выбрал меньше и отправил Спиранского в отставку. Если говорить про крестьянский вопрос и сказать что-то еще, кроме указа о вольных хлебопарствах, нужно сказать, что был запрет продажи крестьян на ярмарках. Но это довольно понятно. Также запрет объявления о продаже крестьян. Посмотрите, например, здесь мы с вами видим начало 19 века и в московских ведомостях печатается как раз объявление о том, что продается такая-то дворовая девка, такой-то мужик за 500, за 300 рублей. Разумеется, в это время в России было довольно много иностранцев. В частности, например, какой-нибудь там вполне мог быть Аташе или даже генеральный секретарь, госсекретарь, прошу прощения, Соединенных Штатов, посол какой-то из Англии. И, конечно, прочитав такую газету, они были бы в ужасе. Потому что в их странах, конечно, торговать людьми было невозможно. В США было рабство, но не в отношении собственного коренного населения. Вот. Поэтому Александр решил таким-то образом сгладить это неловкое впечатление и запретил объявления в газетах публиковать, хотя сама продажа продолжала осуществляться. Запрет ссылать в Сибирь. Действительно, ссылать неугодных христиан в Сибирь в самом начале своего правления Александр запретил. Вот эта норма чудовищная, которая была введена в свое время Елизаветой I, теперь была запрещена. Таким образом, можем говорить, что Александр, в общем-то, начинал как достаточно прогрессивный монарх. Если говорить про внешнюю политику, то, конечно, Россия вновь вернулась в свою традиционную систему внешнеполитических отношений. Чуть-чуть вспомнив прошлое, нужно заметить, что Павел в конце концов окончательно рассорился с Англией. И мы даже подписали с Францией договор. Но как только Павел уходит со сцены, мы вновь подписываем договор с Англией. И снова продолжаем с нею участвовать в антифранцузской военной политике. Мы вместе с Англией, мы вместе с Пруссией, мы вместе с Австрией, со Швецией, с некоторыми другими государствами боремся против Франции, против наполеоновских амбиций, которые уже завоевал большую половину Европы к этому времени. Уже в рамках третьей коалиции, о ней мы скажем чуть позже. Грузия окончательно вошла в подданство России. Напомню, что в соответствии с Георгиевским трактатом эта страна находилась в состоянии протектората. То есть мы как бы возделили над нею нашу дружественную длань и держали Грузию под протекторатом. Как раз вот до 1801 года теперь она стала уже неотъемлемой частью нашей страны. Речь идет именно о восточной Грузии, так называемой Картли-Кахетия, которая не выходит ни к Черному, ни к Каспийскому морю. Сложности с Персией и с Турцией. Ну главные сложности, конечно, это местное мусульманское население, которое отстаивает свои собственные религиозные интересы, так сказать, подавляет свободу и независимость балканских народов и кавказских народов. На Балканах это будут Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Греция. На Кавказском фронте это будут Армяне и Грузины. И мы, соответственно, то на одном, то на другом, так сказать, краю Черного моря, значит, постоянно воюем. То с Персией, то с Турцией. Разумеется, зачастую нашими интересами являются никакие не религиозные, а чисто интересы, да, новая территория, новые ресурсы. Но это делается зачастую под таким религиозным предлогом, под таким соусом, что нужно помочь здесь нашим православным братьям, здесь нашим христианским братьям и так далее. Значит, начнем с войны с Ираном или с Персией. Четвертый, тринадцатый год. Значит, в итоге был подписан Гюлистанский мир в тринадцатом году и к России перешел Дагестан и Северный Азербайджан. Здесь как раз вот мы с вами на этой карте можем видеть, что территория Дагестана и Азербайджана. Это то, что у нас находится в правом нижнем краю карты, таким более темным цветом отмечено. Соответственно, граница России и Ирана отошла теперь гораздо-гораздо дальше, на юг. Если говорить про зачастую войну с Турцией шестого-двенадцатого годов, то здесь мы углубились довольно далеко на территории Османской империи. Традиционно, да, вошли в Молдавию, в Аллахию, пересекли Дунай. Мы действовали совместно с сербскими борцами за независимость. Большую роль сыграл Кутузов Михаил Иларионович. Он, собственно, и подписал этот Бухарецкий мир, в соответствии с которым Россия получила территорию, известную как Бессарабия или как Восточная Молдавия. То есть теперь граница между Россией и Турцией пролегала уже не по реке Днестр, а по следующей западной реке, по реке Прут. Мы еще больше оторвали кусочек от Турции, что, конечно, будет в дальнейшем прологом для дальнейших русско-турецких войн. Россия присоединяется к третьей антифранцузской коалиции и, к сожалению, терпит довольно крупное поражение под Аустерлицем. Значит, разумеется, мы не принимаем итоги французской революции. Разумеется, мы недовольны тем, что Бонапарт рассадил по всей Европе своих собственных кузенов, сыновей и братьев. Вот. Россия объединяется вместе с Англией и Австрией и в битве под Аустерлицем в пятом году терпится крушительное поражение. Так называемая битва трех императоров. Император российский, Наполеон и император австрийский. Так вот, Наполеон в традиционной ему манере генерального сражения, к сожалению, поверг в бегство и русскую, и австрийскую армию. В результате третья коалиция распалась. Австрия подписала с Францией сепаратный мир в Пресбурге. А Россия продолжила свое участие вместе с Пруссией в четвертой антифранцузской коалиции, которая была чрезвычайно неудачной для самой Пруссии. Пруссия была полностью уничтожена и стояла на коленях. Россия при Пресеж-Эйлау усилиями нашего генерала Бенниксона сыграла, можно сказать, в ничью. Но зато полностью провалилась под Фридландом. В результате был подписан Тильзитский неудобный для нас мир, в соответствии с которым Россия должна была присоединиться к чрезвычайно невыгодной для нас континентальной блокаде Англии, полностью прекратить с ней всякие торговые сношения, что очень сильно било по интересам российского купечества. И в итоге Россия не смогла все-таки выполнять все эти условия, начала торговать из-под полы, что во многом очень сильно обидело Наполеона, который терпел, 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 но все-таки разозлился окончательно на Россию, начал активно влезать в нее внутренние дела, диктовать, как нам вести себя на Балканах, и в итоге напал на нас в 1812 году. На этой карте вы как раз видите территорию, подвластную тогдашнему Наполеону, как вы видите, это практически вся территория Европы. Самым важным врагом, недоступным для Наполеона, была островная Великобритания, которую Наполеон решил задушить хлебным голодом. В общем, по большому счету, он смог заставить все страны не торговать с Англией, что очень сильно било по их карману, собственно, как и по карману самой Франции. То есть, многие французские чиновники, экономисты говорили Наполеону, что наша страна не выдержит этого. С Англией нужно возобновлять торговлю, но Наполеон в этом смысле был непреклонен. Вот, ну, в итоге, вот эта вот ситуация с блокадой для России закончится войной 1812 года. Недовольство российского общества политикой императора, это вот как раз можно сказать, что этот тильзитский мир довольно сильно ударил по нашим интересам. Не только среди купечеств, в частности, частью этого тильзитского мира являлось то, что Россия должна срочно заключить мир с Турцией. В это время у нас, как вот мы говорили, шла война, и мы заключили Слободейское перемирие, но потом снова войну продолжили. Однако, с другой стороны, нет худа без добра. Наполеон практически отдает в руки России Швецию. В этот момент разгорается последняя крупная война со Швецией. Очень удачная для нас проходящая. Мы, как вы видите на карте, полностью закрепили за собой всю южную побережье и серединную Финляндию. Поскольку было холодное время года, мы могли пересечь Ботнический залив в двух местах. Захватили Оландские острова на юге. Это было движение Барклая-де-Толли. И вот здесь, вот в район Торне, мы пересекли Ботнический залив по льду под руководством Багратиона. Таким образом, угрожая Стокгольму практически с двух сторон. В этой ситуации шведский король решил отказаться от продолжения военных действий. И Швеция сдалась в 2009 году, уступив нам огромные территории. Это было финляндское княжество, которое сразу получило права автономии. И самая западная точка тогдашней Российской империи, Оландские острова. Этот крупный архипелаг на юге Ботнического залива. В принципе, это было по большому счету сделано благодаря усилиям Наполеона. Вернее, его полному непротивлению. То есть, Наполеон отдал нам тогда эту самую Швецию. Россия же готовилась к войне с Францией. Что касается причин, мы это уже обсудили. Телетический мир был нам неудобен. Генеральные планы с двух сторон традиционные. Наполеон старается использовать вновь созданное на руинах Пруссии Великое герцогство Варшавское, а также собственно территорию Восточной Пруссии и Австрию. Для того, чтобы несколькими крупными колоннами напасть на Россию и двигаться напрямую на Москву, игнорировав по большому счету Киевское и Петербургское направления. Что касается нас, мы, разумеется, не можем позволить себе дать генеральное сражение Наполеону вблизи наших границ, мы будем пятиться, 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 оттягивая этот неприятный для нас момент, когда придется сразиться с Великой Армией Наполеона. Значит, мы будем его затаскивать все дальше и дальше по направлению к Москве. Ну и, как вы, наверное, знаете, это будет реализовано как раз в войне 12-го года. Военным министром тогда был Рокчеев, который для того, чтобы реформировать как-то нашу армию, ввел военные поселения. У нас в это время не было резерва, армия комплектовалась по традиционному Петровскому принципу рекручены, и поэтому не было запаса. Для того, чтобы каким-то образом этот недостаток военного комплектования исправить, были введены военные поселения, которые также служили путем пополнения казны, ведь военные должны были также трудиться и сами себя обеспечивать едой, что снижало нагрузку на бюджет страны, а также снижало нагрузку на крестьян. На этом мы заканчиваем с вами изучение внешне и внутриполитических вопросов первого периода царствования Александра I. Спасибо!